Я хочу в своей лекции, в сегодняшнем разговоре, сказать о полимерах. Это материалы и вещества, с которыми мы сталкиваемся, с которыми все люди абсолютно без исключения сталкиваются в своей жизни, в своей повседневной жизни, каждый день. Но большинство людей не знает, что это такое. Об этом я хочу поговорить в сегодняшней своей лекции. Зовут меня Федюшкин Игорь Леонидович, я директор Института металлоорганической химии Российской Академии наук, академик Российской Академии наук. И это проект «Научный форсайт». Полимеры – это большая группа химических веществ. Надо запомнить, что полимеры – это химические вещества. Полимеры составляют или входят в состав еще большие группы, чем сами полимеры. Так называемые высокомолекулярные соединения. Высокомолекулярные соединения, полимеры, бывают двух типов. Природные, то есть те, которые встречаются в природе, и искусственные. Это те полимеры, те высокомолекулярные соединения, которые получаются в промышленности, которые разрабатывались когда-то, разрабатывались в лабораториях, разрабатывались в институтах. И потом начали производиться в больших объемах и потребляться в больших объемах. Это важно. Но вот если говорить о природе, о природных соединениях, то, скажем, в живых организмах, в животных присутствуют три основные группы веществ. Это белки, жиры, углеводы. Мы об этом знаем, мы слышим об этом, мы читаем об этом на упаковках продуктов. Так вот, две подгруппы из этой большой группы соединений. Жиры, это углеводы и белки, это высокомолекулярные соединения. Жиры, невысокомолекулярные соединения, они имеют меньшие молекулярные массы, не такие высокие, как у белков и углеводов. Ну, понятно, что без этих веществ живой организм существовать не может, он не может жить без этих веществ. И мы постоянно употребляем эти вещества с пищей, попадают они в организм и используются для всего того, что нужно организму. Значение этих веществ огромное, то есть это просто жизненно необходимые вещества. Так же, как и кислород, и вода, которую мы употребляем. Различие полимеров и высокомолекулярных соединений состоит в том, что полимеры, они состоят из повторяющихся, взаимосвязанных, связанных друг с другом, звеньев. То есть, как правило, в состав полимеров входит одно элементарное звено, которое множество раз повторяется. В высокомолекулярных соединениях, например, в белках, тоже есть длинные цепочки атомов и групп атомов. Но вот это звено, которое повторяется, оно не всегда одно и то же. То есть, белки состоят из аминокислот. Вот, аминокислоты разные, но вот последовательность аминокислот, это есть в молекуле, это есть полимеры. Или высокомолекулярные соединения, если быть точным. Полимеров синтетических, тех, которые производятся в промышленности, те, которые не существуют в природе. Надо понимать, что вот полимеры есть природного происхождения, те, которые собираются из простых веществ в живых организмах. И синтетические, которые в природе не существуют. Так вот, синтетических полимеров в настоящее время производится примерно 380 миллионов тонн в год в мире. 380 миллионов тонн. Это огромная цифра, это огромный объем полимеров. И раз они производятся, значит, они нам необходимы. Мы, как я уже сказал, в повседневной жизни каждый из нас сталкивается с полимерами. Мы берем сотовый телефон в руки, корпус полимерный, экран полимерный. Мы берем какую-то одежду в руки. И чаще всего эта одежда содержит искусственные полимерные волокна, синтетические волокна. Время, когда мы носили одежду только из хлопка, шерсти, уже давно прошли. И даже сейчас, когда мы приобретаем какое-то шерстяное изделие, как правило, в этих изделиях одежды, в этой одежде в небольшом количестве присутствуют полимерные волокна. Так называемые ластаны, вискоза и так далее. В небольших количествах, 1-2% всего от массы изделия. Но эти добавки обуславливают совершенно, скажем, особые свойства тех вещей, которые мы носим. Вот этот стол, покрытие этого стола, это полимер. Обивка этих сидений, на которых мы сидим, это все полимеры. Крупуса этих камер, это тоже полимерный материал. Полимеры везде окружают нас, и мы касаемся полимеров буквально каждую минуту. Часто, как я уже говорил, используются в качестве конструкционных материалов и составляют альтернативу таким традиционным материалам, как металл, стекло, древесина и керамика. Вот эти четыре типа материалов использовались и используются, но использовались, начали использоваться людьми очень давно. То есть это десятки тысяч лет тому назад. То есть первобытные люди, первые люди, они уже использовали, скажем, камень, что можно отнести к керамике, каменные топоры и так далее. Ну, рукоятки были деревянные, то есть это древесина, понятно, да. И стекло появилось где-то несколько, пару тысяч лет тому назад. Но и металл, естественно, широко использовался. Не было металлургической промышленности, но металл, скажем, золото, серебро, другие металлы, их медь там смешивались, получалось бронзой. Вот эти все металлы использовались и в быту, и в качестве украшений, и в качестве инструментов. Так вот, по сравнению с этими материалами, о которых я назвал, которые используются человечеством многие тысячи лет, полимеры стали использоваться людьми совсем недавно, относительно недавно, порядка 100 лет тому назад. С учетом того, что мы производим 380 миллионов тонн полимеров ежегодно. Причем каждый год объем производства полимеров прирастает. Мы производим их все больше и больше и больше. То есть когда-то, когда-то, да, надо понимать, что полимеров мы не производили. То есть их объем производства был равен нулю. Сейчас мы производим 380 миллионов тонн, примерно 15-20 лет тому назад мы производили 250 миллионов тонн. Примерно 5% ежегодный прирост объемов производства. Это означает, что мы производим то, что накапливается. Накапливается в природе, и это чуждый природе материал. Природа сама такие материалы не делает, и она не умеет их утилизировать. Это острейшая экологическая проблема накопления полимерных отходов на Земле, на планете Земля. Цифры здесь ужасающие, что касается отходов. Например, в Тихом океане, в центральной части Тихого океана, в экваториальной зоне, есть остров, состоящий из полимерных отходов. То есть все полимерные бутылки, пластиковые тарелки, трубочки и все остальное, все, что каким-то образом попадает в мировой океан с побережья или с судов, морских судов, которые бороздят просторы мирового океана, оно не тонет, оно плавает на поверхности воды, эти полимеры, точнее изделия из полимеров, не надо путать, с терминологией надо быть строгим. Вот эти изделия из полимерных материалов, они плавают на поверхности, сбиваются в такие кучи, которые представляют собой даже не кучу, а острова. И в центральной части Тихого океана есть площадь, которая покрыта полностью вот этими отходами полимерными, и площадь этого острова, полимерного острова, составляет, только задумайтесь, только вдумайтесь, в эту цифру миллион квадратных километров. Миллион квадратных километров. Территория Нижегородской области 77 тысяч квадратных километров. То есть это территория в Мировом океане, равная по площади 13 территориям Нижегородской области. Решение, такой вот глобальный вариант решения проблемы полимерного мусора, это создание полимеров ограниченного срока службы. То есть это полимеры, которые постепенно все-таки в окружающей среде сами по себе или под действием внешних факторов исчезают. То есть под действием микроорганизмов они разлагаются на низкомолекулярные соединения, которые в идеале это углекислый газ и вода, а может быть аммиак, которые, в общем-то, не опасны для окружающей среды. Углекислый газ, вода это вообще исходные соединения для фотосинтеза, для получения, для роста растений, то есть для наращивания растительной массы на Земле. А растительная масса, это, понятно, это реал обитания животных, это и атмосфера, которой мы дышим, то есть это кислород в процессе фотосинтеза появляющийся, это и сложные органические молекулы, это углеводы, которые употребляют и животные, и человек, естественно, в пищу и так далее. Вот второй этот подход, он близок нам, нам, химикам, которые работают в Нижнем Новгороде и занимаются в том числе вот этой проблемой. Проблемой получения биоразлагаемых полимерных материалов. В этом направлении уже есть достаточно хорошее достижение, но говорить о том, что эти полимеры уже нашли широкое применение нельзя. Например, такой биоразлагаемый полимер, как полилактит или полимолочная кислота, это одно и то же, который можно получить из молочной кислоты или из димера молочной кислоты. Но это не важно, как мы его получаем, главное, что в этом полимере присутствуют остатки молочной кислоты. То есть это длинные цепочки, в которых просто каждый фрагмент – это остаток молочной кислоты. Вот полилактит, наиболее, наверное, распространенный из синтетических, из искусственных полимеров, из полимерных материалов, его производится в настоящее время в мире несколько сотен тысяч тонн. То есть примерно 300 тысяч тонн производилось около трех-четырех лет тому назад. Ну, вот данные по этому году я ими не располагаю. Ну, думаю, что это не намного больше. То есть это может быть 350, может быть 400 тысяч тонн этого полимера производится в мире. Ну, сравните это с общим объемом производства полимерных материалов – 380 миллионов тонн. Это даже не капля в море, это просто, ну, ничего. Для сравнения можно сказать, что вот там 350-400 тысяч тонн полилактида – это примерно столько же, сколько производит компания «Русвинил», расположенная в городе Кстово Нижегородской области, которая производит более 300 тысяч тонн поливинилхлорида. То есть это полимер, который производится в мире в объемах десятки миллионов тонн. Вот 330 тысяч тонн производится в Нижегородской области, по всему миру есть эти производства. Вот, и широко используется. Поливинилхлорид используется широко. Точнее, не поливинилхлорид, опять же, а изделия из поливинилхлорида используются широко и в быту, и в промышленности. Значит, в чем проблема получения полилактида, почему мы получаем его так мало, потому что он полимер привлекательный, но все-таки не конкурент тем традиционным полимерам, которые получают из нефти и газа. Такие полимеры, как полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерифталат, полиакрилат различные и так далее. Это все полимеры относительно дешевые. Пластиковая бутылка, полиэтилентерифталат, в который налит, например, какой-нибудь квас, это дешевый материал, который производится в больших количествах. Полилактив примерно в 4-5 раз дороже традиционных пластиков. И поэтому он, конечно, не может составить конкуренцию тем полимерам, о которых я сказал, вот эти полиэтилен, полипропилен. Но есть все основания полагать, что производство этого полимера может быть по цене сопоставимым с теми пластиками, которые я уже называл. Для этого нужно разработать новые методы получения полилактида. Вот одним из таких методов является каталитический метод получения полилактида, когда полилактид получается с использованием специальных веществ, катализаторов. Катализаторы – это такие вещества, которые ускоряют, как я их называю, ускорители химических реакций. Они ускоряют химические реакции, участвуя в химических реакциях сами, они участвуют, но не входят в состав конечных продуктов. То есть катализатор катализирует процесс полимеризации лактида, образование полилактида, но после образования полилактида катализатор остается в свободном виде. И в этом изящество этого метода каталитического, поскольку катализаторы во всех процессах используются в маленьких количествах, в очень маленьких количествах. И вот надо сказать, что катализ, каталитический способ получения чего-то, каких-то химических веществ, каких-то продуктов, это тот способ, который использует повсеместно природа. В наших организмах, в наших телах одновременно идут тысячи химических реакций, большинство из них каталитические. И катализаторами в биологических системах являются ферменты, энзимы, как их называют, ферменты, энзимы. Это, кстати говоря, тоже полимерные молекулы. Это, как правило, полимерные молекулы чаще всего это пептиды, это белки, полипептиды, белки, белковые молекулы. Не буду очень сильно в эту область сейчас углубляться. Скажу только, что катализ это самый такой божественный, я бы сказал, химический метод. Не случайно катализ появился около 100 лет тому назад. Такой катализ, который изобрели химики. И химики изобретают катализаторы, которые не изобрела природа. Но химики изобретают катализаторы для целей, которые не стоят перед природой. С помощью катализаторов, которые изобретают химики, мы получаем то, что нужно нам, людям, но не нужно в природе. А именно, с помощью катализаторов получается множество, большинство лекарственных препаратов. Лекарственных препаратов для лечения очень серьезных заболеваний, распространенных заболеваний. С помощью катализа получают, например, катализаторов получают противораковые препараты и многие другие препараты для людей. Я бы хотел на этом закончить и еще рассказать, что это был проект «Научный форсайт».